Руководители ключевых подразделений города провели итоги прошедшей недели. Так, в отделение скорой помощи поступило 274 вызова. ДТП не зафиксировано. В Акушерском отделении появилось 7 малышей. Заболеваемость ОРВИ не превышает установленные нормы, но рост числа заболевших прогнозируется на этой неделе. На совещании отдельно уделялось внимание вопросу очистки города от снега. Припаркованный личный транспорт не всегда позволяет уборочной технике маневрировать во дворах. Обращаюсь к автомобилистам Десногорска на этой неделе. Просьба в рабочее время убрать всю личную технику из дворовых территорий, потому что мы будем производить очистку и вывоз снега. Также обсуждалась проблема телефонного мошенничества. Злоумышленники под видом безобидных телефонных звонков узнают у доверчивых жителей личную информацию о банковских картах. Как результат, деньги с карты в скором времени пропадают. А любителей баскетбола порадуют предстоящие мероприятия. 2 и 3 февраля пройдет очередной матч первенства Центрального федерального округа. Соревнуются команды «Динамо Росэнергоатом САЭС» и «Юни Баскет» из Ярославля. 2 февраля школы приглашают выпускников на вечера встреч. 6 февраля состоится второй этап конкурса, посвященного Юрию Гагарину «Знайте, каким он парнем был». До 28 февраля предлагается пройти регистрацию и тестирование для участия в Олимпиаде по охране труда. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.